Звери бросают на сцену цветы, пение буренки, шедевр красоты. В театре звери в сказку попадают, а жизнь не худой, они забывают. Генрих Щербаков написал немало книг для взрослых и детей, но именно творческие встречи со школьниками нравятся ему больше всего. Неизменно среди собравшихся оказываются поклонники его творчества. Не стал исключением и третий же класс Видновской школы номер 10. Мне просто нравится творчество Генриха Щербакова, мне нравится его стихотворение. Не знаю, просто какая-то искра от них идет, вдохновение. В этот раз Генрих Щербаков представил новую книгу из цикла «Настенки», который хорошо знаком юным читателям. Для детей подобные встречи – возможность пообщаться с настоящим писателем и не просто послушать произведение в его исполнении, но и задать свои вопросы. А когда вы написали первый стих? Это было в 1945 году, когда мне было 10 лет, я написал 4 стихотворения. Встречи с местными прозаиками и поэтами под общим названием «Писатель нашего края» проводятся в библиотеке номер 2 раз в месяц. Это и другие мероприятия призваны привлечь учреждения новых читателей, прежде всего школьного возраста. Мы проводим экскурсии регулярно, уже есть запрос, только нужно время распределить, а так постоянно на экскурсию на запросы. Даже на каникулах приходят классом, мы здесь делаем мастер-класс, мы делаем чаепетие и вот так знакомим с книжкой через мероприятие. Сам Генрих Щербаков отмечает, что стихи для детей – очень важная для него часть творчества. Она помогает не только по-особому смотреть на мир, но и сохранять трудоспособность и любовь к жизни. У меня жена считает, что я остался ребенком. Но это хорошие детские чувства, и они во мне остались. Когда человек добрый, то он лучше людей, во-первых, воспринимает все, а во-вторых, такой человек больше живет, дольше живет. Читайте книги! Максим Козлов, Кирилл Анов, Ольга Садовская. Видное ТВ.